Всем помогает, Белоруссия помогает, а мы пенсионеры, получаем пенсию, по 50 лет отработали, лекарство пошла сделать себе процедуру, 10 тысяч отдать, и квартира 5, и что он совсем, зато около него друзья, все богатые. Субтитры создавал DimaTorzok Власть держится целиком на насилии, я совершенно не могу понять, почему Россия продолжает его поддерживать, даже если вставать на такую позицию жесткой реальной политики, типа наш сукин сын, как будто в сукин сынстве самое главное это то, что сукин сын, но главное же, что наш, а сейчас видно, что это никакой не наш, это не российский человек, человек совершенно безумный, живущий в каком-то отдельном мире для сведения каких-то личностей. Он и погубил, и губит экономику Белоруссии, сейчас станет еще хуже, и России это тоже наносит, конечно, огромный репутационный ущерб, потому что получается, что прямо под носом у России, получается, что Россия совершенно не контролирует свою зону ответственности. Диктатор зашел слишком далеко. И его поведение в последнее время, как бы, диктуемое, это создаёт впечатление такого человека на грани иступления. То есть маниакальные теории конспирации, везде замахи на него власть, и ответы на эти внешние, как бы, события у него уже зашли за пределом адекватности. И видно, что Запад и Европа уже осознают, что имеют дело с очень опасным, очень непрогнозируемым и слишком далеко зашевшим диктатором. И эта единость в санкциях, в объявлении санкций показывает, что, кстати, дальше его терпеть не будет. Сейчас идеальная ситуация для Путина с Белоруссией, идеальная. Слабый Лукашенко власти, слабый зависимый Лукашенко. То есть Путин не хочет допустить прихода, ухода Белоруссию в Европу, в свободный мир, очередного обрушения по периметру бывшей Российской империи, вот такого демонстративного обрушения, ухода ещё одной, да тем более и Славянской республики, в сторону свободы. Они не хотят этого допустить и делают всё, чтобы не допустить. И для этого есть Лукашенко, чтобы не допустить самыми кровавыми фашистскими, самыми жестокими методами. Но слабый зависимый экономический Лукашенко, экономический, политический, это мечта. Сумасшедшим диктаторам не место в Европе в 21 веке. Слишком это опасно для всех. Я сейчас не только про Лукашенко.